Камерному оркестру Сибирь Брас Очень большой срок. Я бы даже сказал, что по нашей стране это рекорд. Есть еще один такой коллектив в Ульяновске. Мы вторые в этом плане. Первая репетиция 2004 год, 3 сентября состоялась. Как сейчас помню, да? Группа, получается, изначально ваша группа называлась Сибирь Брас. Изначально Сибирь Брас. Придумывали дня два где-то примерно. Было несколько названий. Ермак Брас, Хантамансийск Брас, Югра Брас. Мы сразу отсеяли. Да. И придумали Сибирь Брас. Придумали Сибирь. Ну вот в чем сложность существования 15 лет коллектива? Так как он небольшой, так как вы там нигде не потеряться где-то там на третьих ролях. Что в чем? То, что перечислили, в этом и сложность. Чувство локтя постоянного идет уже на протяжении 15 лет. Естественно, профессиональные качества должны быть у каждого артиста. Потому что ты уже как солист идешь, как индивидуальная личность идешь, как музыкант. И нужно постоянно избегать конфликтных ситуаций. Совместно придумывать программы. Совместно их выполнять и реализовывать. А бывают какие-то разногласия? Все-таки одни мужчины в коллективе. Это же тоже непросто. И вы же давно вместе. Да. Таким составом. Да. Первая репетиция в 2004 году. Но до этого же, до этого вы знали друг друга. До этого мы знали, мы были студентами. Ну, конечно же, бывают конфликтные ситуации не без этого, как в любой команде. Но мы их пытаемся как-то сглаживать, выполнять. Если там кто-то на кого-то обиделся, ну, пару дней прошло. За столько лет уже привыкли, да? Уже привыкли. Даже если происходит что-то, то на следующий день мы... Уже знаете, кто самая обиженка у вас? В коллективе кто вот так вот трепетно ко всему относится. Почему нет девушек? Есть желание завести девушку в коллектив? Ну, все получилось из-за того, что мы сначала были студентами. И можно сказать, что мы были единственными духовиками, но у нас там несколько человек было. И мы сформировались как студенческий коллектив. Девушек просто не было в это время. Ну, а сейчас? Ну, а сейчас вот. Ну, а сейчас есть. А сейчас уже поздно. Места заняты, пока что. Ну, то есть расширяться нет, а уже ведь статус. Это не отца. Это камерный оркестр. Мы, если делаем какие-то программы, мы просто расширяем коллектив, ну, для определенных каких-то программ. А так, основой костяк, конечно, 5 человек нас. То есть есть какая-то основа. Ну, вот скажи, все-таки конкурентов в Югре у вас, ну, можно прямо сказать, нет. Именно по нашему жанру, по братскому юнитету нет. Да, но это же не дает вам право расслабиться? Ну, нет конкурентов и все. Мы номер один в Югре сидим. Я даже больше скажу, из-за этого не получается расслабиться. Почему? Потому что, когда происходят какие-то мероприятия, где нужен мобильный камерный коллектив, то приглашают именно нас. Из-за этого у нас объем выступлений очень достаточно высокий. Всегда в тонусе приходится себя держать. Всегда в тонусе. Всегда репетиции, всегда разыгрывания, упражнения. Это всегда. Ну, расскажите, вот этот год юбилейный. Как вы его уже празднуете или будете праздновать, отмечать? Мы в этом году решили сделать примерно 4-5 программ. Ну, пока намечено 4, но мне многие пишут, что просят еще одну программу сделать. Это эстрадную нашу шоу-программу в конце сезона, мы сейчас думаем. А так весь наш концертный сезон, все наши афишные программы мы будем посвящать именно нашему 15-летию, нашему юбилейному сезону. И даже в Югроклассик придумали розыгрыш абонемента на все. Так. Интересно. Просто нужно зайти в соцгруппу, в КТЦ Югроклассик, ВКонтакте, и там условия есть, это розыгрыш абонемента. То есть можно его получить? Победитель получит абонемент на все наши концерты. Ближайший какой концерт? Ближайший концерт будет 1 октября, в 19.00, Международный день музыки. Мы стартуем именно в наш профессиональный праздник, в день музыки. Это будет классическая программа с завершением, с легкими эстрадными номерами. Также на этом концерте мы презентуем первый наш клип. Мы сняли клип, сейчас его записываем, как это называется, «Наша югра». Посвящение нашему округу, нашей югре, где мы исполняем эту композицию. Хорошо, но вот клип, это уже достаточно такое, это заявление. Профессиональный клип, записан профессионально. Съемки со знаковых мест нашей югры, горы Саран-Пауля, ханты-мансийские объекты наши известные. И пишем, также переписываем эту музыку, сейчас в студии пишем. Ну то есть, вот прошлый твой визит к нам на программу, также мы говорили о социальных сетях, о продвижении в интернете. Клип, это уже такая достаточно большая масштабная работа. Значит ли то, что сейчас это лишь только первый шаг является трамплин, чтобы вы там еще дальше ушли в интернет? Ну это начало нашего пути в этом плане. И все-таки мы хотим оставить память и отдать честь нашему округу, где мы выросли, где мы работаем. И поэтому это первая композиция именно для наших югорчан. И я надеюсь, что может быть в дальнейшем вы покажете здесь, на своем телеканале. Я уверен, потому что это очень патриотичная композиция. Очень хочется уже увидеть. Да, ну что же, ближайший концерт 1 октября. Еще раз все эти 24 камеры смотрят на тебя. Приглашай когда и где. Уважаемые друзья, уважаемые жители города Хантамасийска и гости, приглашаем вас 1 октября в 19.00 на наш юбилейный праздничный концерт классической музыки. Симфония Медных. Ждем вас специально для вас. Сибирь Браз. Ну что же, нам... Спасибо. Еще раз праздником. Добавить нечего. Все на концерт. Международный день музыки. Совсем скоро. Спасибо огромное. Творческих успехов. И хорошего дня. Всем парням привет. Добрых дел. И так далее. С гостем прощаемся. С вами же увидимся 2-2,5 минуты. Дождитесь.